Ты что, ну чё, спятил что ли совсем? Дедушка, я серьёзно. Я носитель нового опасного вируса. Короче говоря, карантин. Ну нет, мне нельзя в полицию. Мне нужно найти незнакомца. Я всё сделаю, чтобы спасти маму. Да и вообще не знаю, скольких людей я уже заразил. Давай, давай быстрее. Не время отдыхать, чё здесь будет полиция. Давай, давай быстрее. Это был тот самый незнакомец, который дал мне денег и вылечил от вируса. Ну вернее, так мы тогда думали. Мы быстро сели в машину. Пипец, голова раскалывается. Как я так ударился? Ну хорошо, хоть полиция не поймала. У меня для тебя две новости. Плохая и очень плохая. Ультрафиолет не подавляет вирус. Он наоборот усиливает его. А вторая плохая? Полиция знает, что ты заражён. Ты объявлен в розыск. Домой тебе нельзя. И что же мне делать? Я что, умру? Нет, ты только переносчик. Мы будем исследовать тебя. Ты общался с заражёнными и не заболел. А где мне жить? Куда мы едем? Для начала нужно решить вопрос с полицией. Машина остановилась. Незнакомец заглушил мотор. Приехали. Выходи. Хм, странное место. Такое ощущение, что я раньше был здесь. И мост знакомый. А, точно. Я же был в этом лесу, когда уходил из дома. Ну хоть место я-то знаю. Уже полегче. Кстати, ребят, а у вас тоже карантин в школе? Если да, то поставьте лайк. Посмотрим, сколько нас. Ну что, какие новости? Центр проверили. По камерам его нигде нет. Смотрите область. Мне нужен каждый. Особенно этот. Так точно. Прочёсываем лес. Исполняю. Мы шли вдоль леса 5 минут. 10 минут. 15 минут. Хорошо, хоть сейчас сильно потеплело. А то бы так замёрз уже в лесу. Всё, вроде хорошее место. Остановимся здесь. Держи огонь. Незнакомец протянул мне большую зажигалку. О, прикольно. У меня была такая раньше. Будь тут. Я сейчас до города и обратно. Сиди тихо. Если что, телефон мой у тебя есть. Да, хорошо. Пипец. Кто бы мог подумать, что сегодня я окажусь в лесу. Совсем один. Без еды и воды. Ладно, хоть полиция не задержала. А то бы так и посадить могли. Или вообще оштрафовали. Блин, холодно уже становится. Зажигалку он дал. А как я ей костёр-то разведу? Ни бумаги, ни средств для розжига нет. Но делать чего-то надо. Замёрзнуть ещё не хватало. Я стал искать сухие ветки для костра. Я ходил по лесу 5 минут. 10 минут. 15 минут. Да уж, не густо. Пойду ещё посмотрю. Пипец, а это там кто? Фух, вроде не заметил. Хорошо, костёр ещё не развёл. Точно бы спалился. Блин, где он есть-то? Надо позвонить. Алё, ну вы где? Тут полиция уходит. Меня чуть не поймали уже. Сижу тут один. Даже костёр развести не могу. Так, пацан, успокойся, не паникуй. Прочёсывают местность обычно один раз. Так что спокойно разводи костёр и жди меня. Скоро буду с подарками. Скоро буду? Да не торопись. Я тут пока посижу, помёрзну и поголодаю. Ну чё, ты чё тут расселся? Растыть хочешь? Ну-ка поднимайся. Дедушка, а ты здесь откуда? Откуда? Я здесь часто гуляю. Здесь воздух чистый, мне для здоровья полезно. Ну а ты давай рассказывай. Стой, дедушка, не подходи, заразишься. Чего? Ты что, внучок, пятил что ли совсем? Дедушка, я серьёзно. Я носитель нового опасного вируса. Давай я всё расскажу. Только, пожалуйста, стой на расстоянии. Да, внучок, вечно ты во всякие истории влипаешь. Зла на тебя не хватает, горе ты луковое. А про вирус твой, так это вообще всё фигня. Я за свою жизнь их с десяток пережил. Ну нет, не фигня, дед. Ну наконец-то вы пришли. Это очень серьёзный вирус. И самое интересное, что он меняется. Подстраивается под человека. Хм. И деду, судя по всему, не заразил. И что нам надо делать? Ну пока остаётесь здесь. Дед, я думаю, посмотрит за внучком. Ну, посмотрю, конечно. Всё на деле всегда. Как в 41-м не отдали, так и сейчас не отдадим. Вот передатчик, он считывает твоё местоположение, параметры работы тела и даёт связь со мной. Держи. Телефон штука ненадёжная. Всё, еду и палатку оставил, удачи. Да уж, ну что ж, придётся пока пожить здесь. Что тут у нас? Вода, сосиски, баночки какие-то. А, это кукуруза и зелёный горошек. Хватит там лазить уже по сумкам. Иди сюда палатку ставить. Стемнельно сейчас скоро. Хм, какая-то странная палатка. Круглая, на обруч похоже. Первый раз такую вижу. Давай, помогай. Офигеть, так быстро? 10 секунд и готово. Я помню, палатку полдня собирал. Хотя, может у меня просто руки кривые. Крутая палатка, да, дедушка? Фигня китайская. Да как же фигня? Вон как быстро раскладывается. Здесь и просторно. Четырёхместное, походу. Прикольно здесь пожить. Дедушка, а чего ты там ешь уже? Я тоже кушать хочу, вообще-то. Я не ем, я пробую. Вдруг тот мало тебя отравить хочет, а деду за тебя отключать потом. Конечно, пробует он. Сейчас напробуется, а потом голодать сидеть будем. Сигнал точно отсюда шёл? Так точно. Мы всё проверили. Три раза. Да? А это что за палатка вдали? После того, как мама забрала меня из леса, жизнь моя стала просто невыносимой. Сынок, хватит играть, пора уборку дома делать. Но мам, я играю только пять минут. Вот уберёшься и потом поиграешь. Я достал из шкафа влажные салфетки. Протёр компьютерный стол, стул, шкаф, другой шкаф. Сынок, ты что такое делаешь? Ну как что, мам? Пыль протираю, ты же сама сказала. Тогда бери нормальную тряпку, а не эту фигню и протирай нормально. Я взял тряпку, стал заново протирать мебель в комнате, потом в зале, потом в коридоре и даже в маминой комнате. Фух, всё, мам, я убрался, пойду поиграю. В смысле убрался? А полы кто мыть будет, поиграет он. Швабру в руки и вперёд. Ну денёк, лучше бы я в лесу с бомжом жить остался. Сидели у костра, сосиски жарили, романтика. А здесь только швабра и тряпки. Я протёр пол в своей комнате. В коридоре. Лайки, ну хоть ты-то не мешайся. И так настроения нет. Я протёр пол на кухне. В зале. В маминой комнате. Всё, наконец-то поиграю. А ну иди сюда, мой хороший. Сынок, ты весел убрался? Да, конечно, мам. Вот сел немножко поиграть. Конечно, поиграй, только делюшку сначала сходи на улицу выбей, а потом поиграй. Да блин, чё за день такой? Чем я так провинился? Ну поругался с мамой, с кем не бывает. Ну что теперь меня целую вечность гонять? Дерюшку выбей и поиграешь. Ну вот сейчас я её выбью, и мама ещё что-нибудь придумает. Вот бы ей побыть на моём месте, тогда бы она поняла, что быть ребёнком очень сложно. Даже гораздо сложнее, чем взрослым. Я вернулся домой. Постелил дерюшку. Злой зашёл в свою комнату. Вот сейчас сяду опять играть. И что? Мама ведь опять зайдёт и чего-то делать заставит. Лучше уж спать, лягу, чтобы этот день быстрее закончился. Боже, как же я хочу хоть на денёк стать взрослым. Ну блин, только 7 утра. Опять будильник забыл выключить. Ну ладно, хоть новый день начался. Надеюсь, он не будет таким, как вчерашний. Что? Что с моими руками? И ногами? Они такие гладкие. Где мои волосы? А на голове наоборот их много. Кажется... Я что, мама? Что же делать? Что мне делать? Я в теле мамы! Фух, надо успокоиться. Надо взять себя в руки. Я успокаивался 5 минут. 10 минут. 15 минут. Стоп, а если я в мамином теле, то кто сейчас в моём? Я встал с дивана, пошёл в мамину комнату. Хм, здесь никого. На столе записка. Интересно, что там? А, это планы мамы на сегодняшний день. Первое. Утренняя зарядка. Ну, мама и так в отличной форме. Обойдёмся без зарядки. Второе. Накормить сына. Ну, сына нет, значит и кормить некого. Хе-хе. Третье. Позвонить Денису, взять у него машину и улучшить навыки вождения. А вот это уже интересно. Так, а где её телефон? А, вот же он. Блин, здесь пароль. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Угадал! Да, сложный пароль у мамы. Так, Денис, Денис. Вроде он. Да, привет, Юль. Привет, Денис. Помнишь, ты обещал дать мне машину покататься? Да, конечно. Приходи, забирай. Я как раз на парковке в соседнего дома. Вау, супер! Просто кайф! Сейчас возьму машину и буду кататься. Всё-таки как классно быть во взрослом теле. Всё можно. Я обоу кроссовки. Прикольные они у мамы. Вон и лайки тоже нравятся. Вышел из дома. Так, где тут парковка у соседнего дома? А, вот же она. Хотя, это же этот дом. А, ну да ладно. Привет, Денис, я за машиной. О, привет. Держи ключи. Сама справишься или показать? Не, спасибо, Денис, я сама. Я сел за руль. Так, где тут чего нажимать? Вроде заводится, а у нас кнопки. Так, почему не заводится? А, надо же на тормоз нажать. Вот, другое дело. Теперь втыкаем заднюю передачу и потихонечку поехали. Вот, тут и камеры есть, как удобно. Так, теперь едем вперед. Потихонечку. Во, супер. Вожу я не очень, конечно, поэтому на дорогу выезжать не буду. Еще машину разбить не хватало. Вот тогда дядь Денис будет ругаться на маму. Хе-хе. Поезди лучше пока по частному сектору. Я катался 10 минут, 20 минут, 30 минут. Как же круто все-таки быть взрослым. Особенно прикольно в теле мамы. Интересно, а чем сейчас мама занимается? Только 6 утра? Куда я так рано проснулась-то? Ну ладно, спать вроде больше неохота. Нужно вставать, дела делать. Так, что у нас сегодня по плану? Хорошо, список дел еще вчера написала. Стоп, а что с моим маникюром? И педикюром? Что? У меня ноги волосатые? Я что, в теле сына? Как такое могло произойти? Это что, шутки? Розыгрыш? Пранк? Может, я сплю? Ай! Нет, не сплю. Но если я в теле сына, кто сейчас в моем? Я аккуратно дошла до комнаты Дениса. Открыла дверь. О боже! Это же я! Это мое тело! Что теперь будет? Как нам поменяться обратно? Ладно, не буду пугать сына. Не дай бог проснется. Пойду на улицу. Нужно срочно все обдумать. Я одела джинсы сына, а Бола ботинки Дениса вышла из дома. Вчера вроде было все нормально. Я занималась домашними делами, готовила еду, заставляла сына мне помогать. Так из-за чего это все случилось? За что я так провинилась? О, малой! Ты что, это руки-то к небу задрал? Поди, молишься! Да какой я тебе, малой? Отстань, бомж! Иди своей дорогой! А, вот ты как заговорил-то, запел! Как вчера тебе помогать, косер! Сейчас сиськи там жарить на улице устроиться, так дядь Степаныч, дядь Степаныч! А все и нос воротишь! Ах, так это ты в лесу моего сына плохому учил! Ты вообще спетил, что ли? Что на тебя нашло? Тебе полечиться надо в психушку? Клетелина там, дурак! Блин! И правда же! Меня воспринимают как подростка. Нужно стараться вести себя, как ребенок. А то еще в психбольницу заберут. Я ходила по улице 5 минут, 10 минут, 20 минут. Ничего умного в голову не лезет. Понятия не имею, как поменяться телами с сыном обратно. Ладно, пойду домой. Может, что-то придумаю. О, внучок, гуляешь? Это хорошо, хорошо, что я тебя встретил. На, вот денежку сбегай, дедушке, за кефиром. Спина болит, не могу. Пап, тут такое дело. Даже не знаю, как тебе сказать. Все равно ведь не поверишь. Ну давай, уже говори, не томи. В общем, я не твой внучок, Денис. А кто ж ты есть-то? Иосиф Виссарионович, что ли? И Владимир Ильич? Не похож ни на того, ни на другого. Я серьезно, пап. Я твоя дочь, Юля. Внучок, я что-то не пойму. Ты выпил чай, что? Ну-ка, дыхни. Да нет, пап, ты что? Дыхни, я тебе говорю. Проснись, проснись. Сынок, просыпайся. Ты что спать-то лег так рано? Кто повер пылесосить будет? Ну нет. Ну вот и подошел к концу наш сегодняшний ролик. Понравился? Заинтриговал вас? Мне самому интересно, что будет дальше. Ну и как обычно, все в твоих руках. И если за сутки этот ролик наберет 200 тысяч просмотров или больше, то уже в эту среду в 10.00 выйдет продолжение. Ну и конечно, конечно по традиции, забудь подписаться на мой инстаграм и вконтакте. Ведь там каждый день что-то новенькое. Пока. Внимание, в этом ролике спрятаны два банана. Если ты подпишешься на канал, поставишь лайк и в комментариях напишешь время, где спрятаны бананы, то станешь участником розыгрыша любого набора стикеров ВКонтакте. Победителя объявляю в каждом ролике. Ну а в прошлом видео, вон он был на дороге и в лесу, победил Виул. Поздравляю тебя, ты внимательный красавчик. Полиция знает, что... И ты поднимаешь голову. Внучок! Полиция знает, что ты заражен. Дальше, честно. Теперь давай.